Спасибо большое, поздравляю. Мы должны выразить огромную благодарность именно от главы муниципального образования Юрия Федоровича Полякова, как председателя антинаркотической комиссии, от членов антинаркотической комиссии и от себя лично. Мы на современном этапе за последние два года добились определенных успехов и снижения наркозависимых, так, Марина Алексеевна? И по распространению наркотиков не замечена наша молодежь, несовершеннолетние. Это хорошо, это счастье, но, к сожалению, кто хочет заработать, пытается распространить их. Наша задача этого не допустить. Добровольцы вошли в состав муниципальной антинаркотической комиссии в мае текущего года. В основном это студенты. Александра учится в Анапском филиале Сочинского госуниверситета, в студенческом совете руководит спортивным сектором. Я не скажу, что это отнимает много времени. Каждый человек может выделить час, я не знаю, даже пусть в неделю. И это не составит труда им на помочь, на благо общества. Судя по надписям на этой стене, здесь кипит жизнь с неизбежными страстями. Именно подростки и молодежь, целевая аудитория распространителей так называемых спайсов или солей, объявления на подъездах или местах сбора – один из основных каналов продаж. Шаин считает, что результат зависит в том числе от сплоченности общества. Молодой человек живет в хуторе Рассвет. По его словам, там старшие присматривают за младшими, что делают, с кем общаются. Я вообще за здоровый образ жизни и стараюсь максимально увлечь себя спортом, когда время есть. А подобные агитации и вещества вроде наркотиков – это как-то идет в противовес моих приоритетов. И как бы лучше этим займусь я, нежели кто-то от этого пострадает. О чем умалчивают продавцы зелия, так это о последствиях. Речь о сильнейших психотропных препаратах. Даже попытка попробовать может закончиться койкой в психиатрической больнице. Мир для этого человека изменится не на пару часов, а уже навсегда. Александр Ребека, Михаил Григорьев. Анапа. Регион.